Таксопарки должны адаптировать каждый десятый транспорт для людей с инвалидностью. Такая норма предусмотрена в законопроекте, направленном на улучшение качества их жизни. В документе прописаны механизмы оказания помощи улучшения положения граждан данной категории. Сегодня депутаты Можелиса активно обсуждали этот документ, поднимали актуальные вопросы людей с инвалидностью. Родители, сопровождающие инвалида на санаторно-курортное лечение, до сих пор и сами оплачивали средства, так как на эти цели выделялись только в столице, Павлодаре и Карагандинской области. А теперь эти расходы полностью берет на себя государство. Выделяется 5,9 миллиардов тенге. Из них около 5 миллиардов тенге – это деньги этих граждан, сопровождающих, то есть родителей или законных представителей, предметы первой необходимости, спального места, еды и так далее. Теперь будут выплачиваться из республиканского бюджета. Это одна из самых главных норм. В таксопарке обязуется адаптировать каждый десятый транспорт для людей с инвалидностью. А по словам депутатов, передвижение людей – очень много проблем. Например, благо того же инвотакси не может использовать сельчанин. Если они едут в другой город или переезжают в столицу, инвотакси их не обслуживает. Во-вторых, многие ездят по железной дороге. В вагонах поездов нет специальных приспособлений для их посадки и высадки. Так как у нас в связи с бюджетным законодательством расходы на финансирование поезда за счет местных исполнительных органов, то человек с инвалидностью может зарегистрироваться на месте и получать услуги только там. Это сейчас вызывает затруднения в законодательстве. В дальнейшем мы рассмотрим способы решения этих вопросов. О помощи данной категории сельские граждане депутаты спросили подробно. Вице-министр отметил, что в законе учтены все условия. При необходимости специалисты выезжают к нуждающемуся оказывать социальные услуги и дают консультации. В жизни, конечно, есть трудности, потому что местами может быть халатное, безразличное отношение. Но чтобы избежать этого, если есть заявление, помощь будет оказана. По законопроекту, одобренному первым чтением, будут внесены изменения в один из кодексов и 64 закона. Социально-психологическая, медицинская помощь, оказываемая людям с инвалидностью, теперь выражается одним словом – абилитация. Законодательно будет закреплено и внешнее установление инвалидности для некоторых видов заболевания без ежегодного подтверждения неизменного диагноза.